МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомелю, студию и працуе Наталья Игнатенко. Сегодня у Беларуси проходят выборы депутатов и мясовых советов. Сгодно с даденными областной выборчей комиссии по стане на 14 годин у делу голосовании приняли больше, як 670 с половой тысяч человек. Ци 61% догульной колькости выборщиков. Олег Синцеров наведал некальки выборчих участков. 7 годин 45 хвилин ранится. До открытия выборчих участков застается 15 хвилин. Усе члены комиссии подоходят до скринь для голосования. Ее опечатывание – обоязковая процедура, якая в этой хвилине отбывается на всех 1022 участках, якие створены у Гомской области. Максим Кирьянов на 19-й участок приходит к рыху раней и поспевает, ознайомится с выставой техничной творчести наученцев системы профессиональной техничной эдукации. Для Максима это тем больше цикало, что и он и сам займается вынаходницем на Гомщине. Максим вядомый, як распроцовщик пальчатки для инсультников. До речи, гэта выбора для его первая. Кажет, что с программами кандидатов ознайомится подребязно и отдал перевагу тем, кто саправдым уже унести реальный уклад о развитии региона, к рыху позднее Максим Кирьянов поделился с журналистами опошнями новинами по укоронению своей распроцовки. На данный момент проект пальчатки необходимо доработать сам корпус и прототип устройства. Был выигран грант Государственного комитета по науке и технологиям. Порядка 13 200 рублей. Только появятся эти деньги, будет приобретен 3D принтер, будут приобретены компоненты для выпуска и уже будут изготавливаться сами прототипы основные. Еще один участок открытый в Гомельском державном колледже мастерства у меня Соколовского. Тут выборщикам пропонуется целый комплекс послуг. От дегустации продукции перепроцовщих предприемств в области до непосредных гандлю за минимальными наценками, причем побачь за традиционными товарами, блины на любой густ, 18 лютого это еще и масленица и обовязковая для установок культуры концертная программа. Квартет номер 156 Йозефа Гайда. Не только для аматоров музыки, но и для всех выборщиков. Сочинение Гомельского городского конкурса Петр Кереченко на этом участке голосует постоянно. Кажет, для него, видимо, важно, как городский совет был профессиональной идеей сдольной. Тогда будут решаться, с оправдой, самые актуальные задачи. Спокойно, планомерно, системно решать вопросы развития и жизнедеятельности нашего города. Поэтому хотелось бы, чтобы и новый состав депутатский вот такую преемственность сохранил, чтобы такие же отношения, конструктивные, деловые отношения, они выстраивались и в дальнейшем. Участок для голосования номер 22 по Спартаковской выборчай окрузе, размещенный у историчным и вельми прихожим будинку одним из корпусов Гомельского державного университета, имя Франциска Скарыны. Местовые выборщики за счеты вызначались своей активностью, и гэтай выборы у советы выключением не заявляются. У 10 годин ранницы на участок приезжает старшиня Абровоконкаму Владимир Дворник. Кажет, что свядома прямая удел у голосования минавито у основный день выборов. Можно оценить не только организацию выборчей кампании, а и настрой людей. Что отличается у властного выбору, то тут один принцип. Отдавая свой голос, конечно, мне хочется, чтобы у власти были профессионалы. Те люди, которые сегодня понимают, что такое экономика, понимают, что такое социальная сфера. Те люди, которые прошли определенный путь и те люди, которые могут принимать здравое решение. Поэтому для меня важно, чтобы это были достойные люди. Творить умовы для того, как удел у выборов приняли у сежек Рыгуминской области. Для членов участковых комиссий, это была их главная задача. Уже учась удокладнение список выборчиков, якое проводилось у другой полови студене, почали приниматься заявы по организации голосования по месту жихарства. Прималися такие звороты и сегодня, а прича того непосредственно на самих участках. Для людей с обмежеванными физическими махтемостями предупредили специальное пристосование. На всех выборчих участках есть такое специальное повеличенное шкло для людей с обмежеванным взроком. А прича того, для этой же категории предупредили трафареты, в которые укладываются бюллетени и на обмежах можно вызначить, где поставить отзнаку. А прича того, на шмат таких участках организована работа волонтерских отрадов, члены которых оказывают допомогу усим, кто имеет в этом потребу. Выборы у местовой советы депутатов на Гомичине находятся под постоянным контролем наглядальников, в первую очередь у внутренних, от политичных партий, громадских организаций и прасовных коллективов. Наверное, когда некто на певный час по разных причинах покидая участок, весь процесс усердно застаётся под постоянным контролем. Присутствуют наблюдатели и от Союза молодёжи, и от Белой Руси, и от Совета ветеранов. Присутствуют наблюдатели от, если сад, например, да, если брать трудовые коллективы, то от то же самое государственное учреждение образования США номер 72, профсоюзы работников науки и образования. Ну, в общем, если взять в среднем, то где-то, наверное, порядка 9-12 наблюдателей на каждом участке присутствует. Кавалер Ордена Працовной Славы Трёх Ступенев Рыгор Федорцов при полном параде с самого ранку завитал на выборчий участок. Не глядячи на шановный взрослён, он за всё-таки особисто приходит, как выконаць свой грамадзянский обовязок. Рыгор Федорцов у 1950-м 17-годовым юнаком болоткавался на завод Гомсельмаш. За свой долгий працовный шлях он отрымал не одну з нагороду. У Тымлику и Ордены Працовной Славы Трёх Ступенев. До будущих депутатов Мясовых Советов у Рыгора Ивановича потребование простое. Я уже пожелал, чтобы которых выберут, чтобы они были честными, справедливыми людьми. Для некоторых тысяч выборщиков в области эта кампания стала первой в жизни. На протягу дня на участки для голосования приходят жихары региона, яким недавно вспомнилось 18 годов. С некоторыми из них сустрелись наши корреспонденты. На выборщих участках кажут, что до ушанования тех, для кого эти выборы первые, пошали рыхтоваться еще месяц тому. Подчас удокладнения списов выборщиков эту категорию выделили особо. Потом каждому из них потелефоновали и еще раз запросили прийти на выборщие участки. Для этого человека это очень важно. Впервые исполнить свой гражданский долг. Тем более, что ребята будут принимать участие в выборах и в Гомельский областной совет депутатов, и в Гомельский городской совет депутатов. Мы всегда приглашаем их к нам на участок. Наши шефы готовят им сувениры, а наши ребята, члены миротворческого отряда в торжественной обстановке, эти сувениры им вручают. Ушанование «ты, кто пришел» на выборы у Першиню проходили на усе, без выключения участках. На 20-м, яке размещаны у 27-й средней школе Гомеля, гэтой процедурой надалей особливую урашистость. Уже некальки годов установа мая статус «Школы миру», а тому урушить подарунки. Тут запросили навученцев, які займаются миротворшей деяностью. Навученка Мазырского державного медицинского колледжа Юлия Суднека, урадженка Гомеля и после закончения установы мая намер вернуться в областный центр. Кажа, от депутатов местовых советов у значной ступени будет залежить, у яких умовах ей жить и працавать. По специальности я буду медицинская сестра. У меня небезразлично, на каком оборудовании я буду работать и где будут лежать мои пациенты. Мои сверстники, кому 18 лет, все ходят на выборы и считают, что это нужно. Ушанование выборщиков у Гомеля проходить на протягу усяго дня с урушением подарунков и наказа от старшини Аблоканкама. Тобе необходно вызначить, ты, кто сумленно и бескорыслево будет представлять тебе и твоих близких, твой район, органах местового самокерования. Упылнены удумливый подыход, отказность и головная любовь до земли, на якой мы живем, да помогут сделать правильный выбор, головица у звороте. До этих слов могут долучиться, напевно, уси люди старшего поколения. Подчас их молодости на выборы они так сами шли, как на свято. В клубах танцы были все, молодежь очень шла тогда, именно, чтобы проголосовать. Я вспоминаю, это был как раз выбор Верховный Совет Союза. И просто нет слов, чтобы рассказать, каким удовлетворением и интенсивным молодежь и люди шли для голосования. А лично Чурова, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гумель». Не меньше активно демонструюць свое волевое явление и жихары сельской мясцовости. Особливость выборов у вёсках и посёлках у тем, что кандидаты у депутаты и выборщики нередко соседи. Об тем, як голосуюць у Будокошалёвскім районе, репортаж Максима Савина. У городским посёлку Варович сёння два святы – выборы и Масленица. Причыма Бодва на одной локации у делу важной падеи политичного життя краины же хоры прымают у стенах городского дома культуры. На пляцовце перед установой масленичные гулянни с усими атрибутами – блинами, песнями, гульнями и пуделом зимы. У список комиссии на участку для голосования номер 6 без малого – 2000 выборщиков. Амаль Палова з'их отдали свои голосы до терминова. У основный день выборов – процессы, где так само вельми интенсивно. Алена и Михаил Кабаевы говорят, что пришли голосовать за будущее своего населенного пункта. Списк кандидатов выучили добро. С многими, кто выдвинул свою кандидатуру в сельский совет, знаёмые особисты. А тому своим выборы упъянули. Все люди проверены. Уже они во второй созове избираются. Они были на 27-м созове кандидатами в депутаты. Мы голосовали с чистой совестью и за тех людей, которых мы знаем. Думаю, что это нам всё-таки поможет нашему поселку. На участку номер 27 размещенному агрогородку «Октябр» голосуют жахары четырёх населенных пунктов Пыцьковки, Чарополки и Червоного Октябра. У список выборщиков Амаль 750 человек. Больше из них проголосовало до терминова. Остатние робят гэта у основный день. Тем больше есть и ашчэдна подстава пройсти до выборчего участка, який размещен на усельском доме культуры. Гэта масляница. Тут так само вырошились получить две падеи – политичную и забавляльную. Там у мясцовые жахары всё больше приходят с семьями. Люди идут в хорошем настроении, идут, голосуют, в особенности за местных, местные советы депутатов, ну, как бы за своих, за тех людей, которых они знают. Увогуле активность выборщика у сельской мясцовости вельми высокая. Упершую чергу тому, что выбор, який они робят сегодня, адабьется на житти непосредственно у их мясцовости – заутро. Максим Савин, Валера Игапанькор, телерадоя компания «Гомель» с Будок Кошалёвского района. И на этом пакулю всё. Протягиваете сачит за падеями «Разом с нами». Наступный специальный выпуск «Новина» углядите у 20 годин на телеканале «Беларусь4Гомель».